Это случилось одной особой ночью. Флаттер решил вернуться к странным страшилкам. Так, всем привет, ребят, с вами Flutter Green. Я сейчас включу, пойду свет, но тут как-то вообще темновато. Вот так вот. Вот так даже, думаю, лучше. Сегодня мы сделаем реакцию на такую страшилку, как Пугало. И необычное в ней то, что это страшилка Аватарии. Как я вообще такое умудрился найти, я не знаю. Но оказывается, что по Аватарии тоже немало делают страшилок, даже больше, чем по Пони. Но не суть. Давайте-ка начнём. Как... Это было страшно. Не страшно. Но тогда и эта страшилка не должна вас напугать. Я думаю, не собиралась. В одном доме в сельской местности Жила семья, которая содержала кукурузное поле на заднем дворе. Однажды вечером муж с женой, собираясь поехать в кафе, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. Мне кажется, это... Или какой-то вставка из самой оригинальной страшилки. Даже, может быть, гляну. В сельской местности. Да. Это то же самое, только с каким-то странным эффектом. Попросили одну знакомую девушку, которая не раз их выручала, чтобы та посидела с их детьми. Я, конечно же, извиняюсь, но это тяжело воспринимать как-то серьёзно, когда здесь персонажи из Аватарии. Когда она пришла, дети уже досматривали мультики, и их оставалось лишь позже уложить спать. Зайдя в детскую спальню, слева она увидела две кроватки. Окей. А справа единственное окно, которое было без штор, так как они стирались. Девушка подошла и открыла его. Честно, я даже не знаю, что об этом думать, потому что... Да. Пони тоже как-то тяжело воспринимать. Страшилки с поникреатором, но это прям... Прям тяжело-тяжело, даже можно так сказать. Чтобы свежий воздух попал в комнату. Окей. Окно выходило на кукурузное поле. Опять вырезка. В котором находился некий силуэт. Присмотревшись, девушка решила, что это было пугало. Какое-то это очень накачанное пугало. Несмотря на то, что из-за высокой травы не было видно его основания. Девушка вышла из комнаты и направилась к детям как раз тогда, когда закончились мультики. Она их накачанное пугало. Что за костюм у ребенка? Ладно. Кормила, умыла и начала укладывать спать. Ноль комментариев. Но дети не могли заснуть. Их пугало-пугало из окна, которое они раньше не видели, так как окно было закрыто шторами. Не знаю, как сказать, но я не скажу, что это прям хорошо сделанная страшилка. Я в аватаре. Вообще ничего не смыслит. Все, что я скажу, что это сделано достаточно оригинально. Девушка посмотрела в окно и ей показалось, что пугало стало ближе. Детям девушка сказала, что сейчас позвонит их родителям и решит проблему с пугалом. Какой огроменный телефон. Она вышла из комнаты и начала звонить. Ребят, интересно, вот вам нравится реакция на страшилку по аватаре? Если да, то гоны берем... Да, вымогайте лайков, вымогайте лайков. Давайте наберем 500 лайков и я сделаю на следу. Я просто пойму тогда. Алло? Алло, тут такая ситуация. Что такое? Дети не могут уснуть. Их пугает пугало с вашего поля. Да. Могу ли я его чем-то накрыть? Немедленно хвата детей и убегай из дома. У нас нет никакого пугала. О, нет. Теперь страшно? Нет. Но пока. Я так и думал, что что-то будет в конце, но... Вот этот хероборь меня дико в детстве пугало. Но когда его еще и сделали типа мемом, я такой думаю, ну... Зачем? Вот. Я вот про эту заставку. Правда, вот эту вот я всего не помню. Кроме вот эту вот. Как же я эту заставку ненавидел. А когда мы смотрели там с друзьями что-то типа... По-моему, не знайка на луне или что. Мне друзья сразу же говорили... Закрой глаза или ты умрешь или что-то типа того. Я не знаю. Мы все от страха тогда позакрывали глаза и только слышали вот эту... Тун-тун-тун-тун-тун. Собственно, на этом, пожалуй, все. Я понимаю, что... Возможно, реакция не такая, как было раньше. Но, блин, я пытаюсь эволюционировать. Так что, надеюсь, у меня это получилось. Всем спасибо за просмотр. С вами был Флаттер. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok